В Беларуси рассматривают вопрос безвизового въезда для граждан сопредельных стран. В Госпогранкомитете отметили, после снятия ограничений на пересечение границы из-за COVID-19 число приезжающих в республику иностранцев увеличилось. Минздрав нашел замену всем украинским медикаментам. Их насчитывается около 40. Основной упор на Россию – Китай, Индию. Сейчас проблем с нехваткой лекарств нет. До конца года, напомним, запрещено поднимать стоимость ряда препаратов выше 1,2% в месяц. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Прогнозируются небольшие кратковременные дожди. МЧС рекомендует убрать вещи со двора и балконов, а также обрезать сухие деревья, которые могут повредить дом или машину при падении. В Бобруйске 16 апреля пройдет республиканский субботник. Надлежащие состояния приведут места боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан времен Великой Отечественной, объекты и территории города. Заработанные деньги направят на капитальный ремонт мемориала Хатынь. В Бобруйске продлевают движение общественного транспорта до кладбища в деревне Ломы. По измененному маршруту с 19 апреля по 2 мая будут ходить автобусы 13А и 13В. Подробное расписание на сайте исполнительного комитета.